Добрый день, дорогие товарищи! И сегодня я хочу поговорить о поведении балерины «Всея Руси» Анастасии Волочковой. В последнее время она создает огромное количество инфоповодов. И некоторые говорят, что она бедный несчастный лебедь, попавший в сложную жизненную ситуацию, именно поэтому она так себя ведет. А некоторые считают, что она потихоньку спевается и во всем виновата сама. Я точно знаю, что я личность. Я легенда. Для того, чтобы разобраться в этой ситуации, давайте начнем с самого начала. Кто же такая Анастасия Волочкова? Родилась Анастасия 20 января 1976 года в городе Санкт-Петербурге. На данный момент ей 48 лет. Закончила Академию русского балета в 1995 году. Танцевала в Мариинском театре. Затем работала в Большом театре с 1998 по 2003 год. Скандалы Анастасии Волочковой начались с конфликта с Большим театром. Волочкова подала в суд на Большой театр за незаконное увольнение и выиграла дело. Ее вернули на работу, но перестали задействовать в спектаклях. Впоследствии Волочкова еще не раз подавала в суд на Большой театр и требовала выплату в размере 95 миллионов рублей в качестве зарплаты за 19 лет, на протяжении которых она числилась сотрудником театра, но не работала. Суд в удовлетворении иска отказал. Я, если умру от этих стрессов, пожалуйста, похороните меня в планах соседей. Знаете, я судей сегодня сказала, это прикол или серьезно. Балерина обиделась и начала масштабную деятельность против театра, рассказывая на всех интервью, как там было плохо и читая матерные стихи. Всех артисток нашего балета режиссеры просто так ебают. Знаете, Лебедей, Жизель и Донуан, и солисток, и гордый балет. Как бы это ни казалось странным, всех ебают с 14 лет. Также в 2005 году Анастасия родила дочь Ариадну, а в 2007-м устроила пышную свадьбу с вдовиным. Совсем недавно, в 5-м летом, совершила старшество на своей свадьбе. 07-го, 07-го, 07-го. Прошу ответить невесту. Так! Самое красивое празднество, которое имело бы право стоять вровень с самыми элитными и самыми роскошными мероприятиями. Я не скрою, что я замечала, что люди и гости, которые приходили на этот праздник, невольно выпрямляли свои осанки и уже горделиво вышагивали по залам дворца. Мне было очень приятно это наблюдать. Однако уже в 2008 году пара рассталась, и Анастасия заявила, что вдовин ей должен 3 миллиона долларов, которые он якобы брал в долг. И далее Анастасия начала войну уже против своего бывшего мужа. Хотя по факту мужем он ей и не был, потому что свадьба была не сказать, что фиктивной, просто они провели церемонию, но росписи как таковой не было. С тех пор Анастасия пустилась во все тяжкие и начала ходить по различным шоу и передачам и рассказывать, какой вдовин плохой. Скажите, вы считаете, что действительно йога может стать причиной для развода? Мне кажется дико отвратительным и омерзительным сам факт того, что самое сокровенное, самое личное, и я это говорю как человек публичный, который как раз настолько открыт в прессе, насколько это возможно, но даже для меня есть какой-то барьер личных отношений, личных проблем, которые нельзя выносить на люди. Ну как можно приходить со своим грязным бельем, опять в очередном этом образе жертвы, и рассказывать про то, из-за чего у нас вообще с Игорем проблемы сексуальные, несексуальные, йога, не йога. Это полностью как то, что вы говорите. Это просто отвратительно. Да, в шоу-бизнесе, давайте быть честными, Настя уже давно сбитый летчик, поэтому это очередной способ привлечь к себе очередную порцию внимания, очередной раз вот этими своими вытатуированными бровями сделать личико жертвы, падшего ангела, как вот, что мне так жалко, Игорь такой прекрасный, как же мне его вернуть, люди добрые, помогите кто как может. Под раздачу попала и ее дочь Ариадна, которой она заявила, что та сама должна выколачивать деньги из ее папаши, который отобрал у нее там еще квартиры, непонятно что. И заявила, что дочь ей не так близка, как ее домработница Лола. С Лолой гораздо ближе, чем с моими родственниками, поверьте, это так. Они более искренние. И я не стесняюсь об этом сказать. Это действительно так. Потому что мои родственники мне звонят тогда, когда им нужны деньги, или решить какой-то вопрос, а просто позвонить, спросить, мам, как твои дела, ты вообще здорова, как твое бедро, как твой сустав, как ты себя чувствуешь, как твои концерты, спектакли, шоу. Этого не происходит. А Лола со мной сидит каждый вечер, если я вот одна, и все. Она говорит, Настя, можно я с вами кофе выпью, и все. И мы с ней абсолютно обо всем говорим, это мой друг. Также Волочкова участвовала в огромном количестве политических скандалов. Она вступила в партию «Единая Россия» для того, чтобы продвигать свои проекты. Ну, тогда многие звезды вступали в эту партию. И потом со скандалом из нее уходила. Более того, Анастасия баллотировалась в мэры города Сочи. Но и там ей не дали заявить о себе. Вы собирались одно время стать мэром Сочи, но вам даже не дали зарегистрироваться в кандидаты. Ну, конечно, когда был организован сайт, на котором голосовали люди всей России, и когда я набрала 13% голосов, я думаю, что Александр Николаевич Ткачев немножко, чуть-чуть, ну, как бы изменил свое мнение и отношение. И быстренько снял меня с выборов. Просто я не сама попала на эти выборы. То есть, конечно, по доброй воле, но по просьбе тех людей, которые верили в меня, это были представители малого и среднего бизнеса. И знали, что я всегда защищала свою честь сама, достоинство только сама. За мной не было ни мужей, ни спонсоров, ни людей, которые могли бы что-то для меня сделать. В 2014 же году Анастасия презентовала свой проект на Украине и высказалась о том, что Крым для нее всегда будет украинским. В отличие от ваших российских коллег, вы рискнули приехать в Бандеровскую Украину. Ваши коллеги отменяют концерты в Украине, вы про это знаете. Вы решили организовать в Киеве презентацию клипа. Не побоялись? Я не просто не побоялась, я сделала это вопреки как раз вот тому, что вы говорите. И меня настолько возмущали высказывания той же Валерии и Иосифа Пригожина, которые там внесли фактически вот эту расприю. И для меня Крым, это все равно всегда часть Украины. Вот за Россию я не лов на себя чувствую, поэтому я не стала бы принимать участие в этих программах. Именно громкие скандалы и неоднозначные выходки и разрушили бренд Волочковой. И из балерины «Всея Руси» превратили ее в королеву кринжа. Я вам хочу сказать, моим творчеством я свечу для России, и я бесплатно всех приглашаю. Однако огромное количество поклонников Волочковой продолжают защищать ее в комментариях и отстаивать ее честь. Более того, эти же поклонники ведут своих детей на обучение к балерине. Да, защищальщиков много, но ведь это взрослый человек, который сам выбрал эту жизнь, в которой она сейчас живет. Вот как высказывался ее бывший продюсер по этому поводу. Мне показалось, что она девушка достаточно такая прогрессивная, очень жадная до денег. Это все читалось в первой нашей истории. Я ее нашел, наверное, где-то около 5-6 крупных бюджетов. Ее интересы были удовлетворены. Вот если она хотела получить на тот или иной свой проект Энни Кэш, она его получала. Моя идея была изначально только давать бюджеты на ее детские проекты. А что она дальше делала со спонсорами, это ее личное дело, понимаете? С ее любимыми там всевозможными вакуутасами и райдерами, чтобы ее встречали с бутылкой шампанского и букетом белых роз. Но если посмотреть, ну кто виноват в ее выходках? Кто виноват в ее эротической фотосессии? Кто виноват в том, что она делала пьяные видео с джигурдой? И никто не вливал ей в рот горячительные напитки в ее гримерке. Волочкова сама разрушила образ белого лебедя и превратила себя вот в то, что мы сейчас видим. Моими ногами можно делать очень многие вещи. Вы знаете, на самом деле у меня же не было ни растяжки, ни фигашки. Так, раз, три, два и три. Нет, я могу просто вот шпагат, вот, а вы что хотите? Мы хотя бы вот возьмемся. Кого попало, только не обнимать. Никакого попало. Могу всех кого угодно обнять. Вы сейчас стесняетесь. Я просто людей не знаю. Они не стесняются? Это сколько? Это шесть или шесть? Это бесконечность, Настенька. Я приду первым в этом каноэ. Некоторые говорят, что вот, она же добрая и никому ничего плохого не делает. А я все время замечаю, что она постоянно кого-то оскорбляет. То своих подписчиц. Все, что они пишут и говорят, это слышит моя прекрасная попа, которая красивее, чем многие рожи, которых ты видишь. И среди тех, кто пишет тебе эту чухню просто реальную. Тот девочку со сломанной спиной, которая пыталась взять у нее интервью. Причем эта девочка ей и слова плохого не сказала. Это ты в лаптях вот этих ходишь, а я на пуантах, понимаешь? Это разные вещи. У меня в пять лет появилось в жизни не желание стать балериной и не мечта, а цель появилась, понимаешь? И это очень серьезно. Потому что у тебя цели не было. У тебя вот ресницы, вот эта мишура, которую ты на себя наклеила. Я смотрю на тебя, ну извини, пизднуться со второго этажа своего собственного дома, сломать позвоночник, лежать в больнице. И какие обычные факторы? Ты залы собираешь? Я не собираю залы, но меня также любят дети. Я собираю маленькие залы, но мне 21 год, у меня еще все впереди. Ну и что? Еще ты хочешь мне задать вопрос какой? Да, напоминаю вам, я в таком положении из-за сломанного позвоночника. Вот, дико извиняюсь перед вами, мои солнышки. А на днях Анастасия Волочкова назвала дочь Любы Успенской несчастной ведьмой. Вот такая добрая душа у белого лебедя. Да. Нет, 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 вот это не надо. Хороший дороги вам. Да? Спасибо вам большое. И вам. Да, Волочкова опускается на самое дно. Это ее выбор, выбор взрослого человека. И не надо говорить, что вот виновата ее окружение, оно там ее спевает или делает что-то плохое. Это окружение Волочкова выбрала сама, понимаете? Никто ее не заставлял и не гнал в это окружение. По мне так вот эти вот жалельщики делают еще хуже, когда оправдывают человека с такими проблемами и с такими выходками. Какой пример вы подаете для своих детей? Ну а в принципе у меня все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. И пока-пока. Я вам скажу, сколько расценки вам сказать. Расценки? Я вам скажу расценки. Был ли у меня секс за деньги? Да, был. Но только не за деньги. А вы знаете, у меня в жизни были люди, которые мне миллионы долларов платили. Не мне за секс, а оплачивали расходную часть моих проектов, которыми я потом на безвозмездной основе радовала зрителей. Ну за секс? Что я делала... Да не за секс. Это мое было право понять. Человек-то достойный. Оказывается, ему не просто доступ к телу нужен, а мое творчество. Прима-балерина в Сия-Руси. Примерно так.